Всем привет, ребята, всем привет, с вами Олег. И сегодня я, ну, сейчас опять я решил записать для вас трешилку под названием Убирайтесь, это мой дом. Так что погнали. Не буду просто ничего говорить про, короче, погнали смотреть. Так, потише сделаем. Так, тут у нас заставка, всё понятно. Надеюсь, он будет интересный, потому что я её не смотрел. Уходите, это мой дом. Интересно. А, уже всё сделано, вот смотрите, всё сделано. Так, завтра всё, так всё нормально. Весь этот кошмар начался совсем недавно. Да, кажется, именно в тот момент, когда мы с девушкой переехали в новую квартиру. Да уж, типичное начало самой обычной страшной истории. Но, поверьте, это не обычная страшная история. Да ладно. Это ведь происходило со мной. Произходило на самом деле. Ни в уме, ни во сне, это всё было наяву. Хотя я очень надеялся, чтобы все эти чёртовые события оказались лишь простым кошмаром, пришедшим в мою голову, когда я спал. А началось всё с того, что нас с Лизой, моей девушкой, выселили из квартиры. Мы долго там жили, плодили недорого, с хозяевами были в хороших, тёплых отношениях. Но в один прекрасный день вернулась из-за границы их дочурка. А, собственно, ей надо же где-то обитать. Вот и хозяйка пришла к нам нежданно-негаданно. Обидно. И велела потихоньку собирать своё барахло. Мы, конечно, не слабо так охренели, но сказать что-то мы ничего не скажем. Ведь квартира её, и она вправе делать с ней всё, что душа её пожелает. Но некрасивый поступок, конечно. Ну да ладно. Можно было хотя бы пораньше сказать, а то как-то спонтанно всё. Да уж. Ну, в общем, она дала нам два дня. За эти два дня мы собрали все свои вещи и уже присмотрели другую квартирку. Не такая уж хорошая, как та, в которой мы жили. Но и не столь ужасная. На первое время сойдёт, ведь денег у нас не особо-то и много. Буквально сразу же мы в неё и заехали. Не было времени перебирать и выпендриваться. Иначе бы мы просто с огромными торбами оказались на улице. А дело к зиме идёт. Прохладно ночью. Старенькая добрая бабулька сдавала такую же старенькую двухкомнатную квартирку. Квартира хоть и находилась в старом доме, наверное, ещё после войны, которую строили. Но, тем не менее, везде чистота. Да, дом похож. Подъездом всё аккуратно. Стоят цветочки, ухоженно и убрано. Мило глянуть, ну вот честно. Вы знаете, мне даже понравилось. Да и Лиске тоже. В квартире тоже уютно и чистенько. Единственное, что меня напрягало в ней, так это, вот знаете, запах старых квартир. Вот прям стеной стоял здесь. И никаким освежителем не выгонишь его с этих стен. Ах да, совсем забыл уточнить одну деталь. Это был двухэтажный дом. Наша же квартира находилась на первом. Про соседи ничего говорить не буду, так как уж сложилось, что мы не успели познакомиться с ними. За исключением одного дедушки. Это значит не живут в каком-то там посёлке, если двухэтажные дома. Значит, кого-то в осёлке живут в станице, не знаю. Вернула голову, перекрестила нас и перекрестилась сама. Правильно, правильно. Мы же с Лизой принялись наводить здесь свои порядки. Немного отдохнули, правда, после поездки с другого до конца города с огромными торпами на крючах. За окнами уже начинало темнеть. Да такой ветер разбушевался. Что казалось, выйди сейчас на улицу, так и снесёт к чертям собачьим соседний район. Честно, ребят, если что, если честно, мне просто нравятся такие маленькие частные дома, двухэтажные, ну там, бедитажные. Ну, короче, мне нравятся такие дома, потому что, в принципе, там похоже, там нету хлама в подъезде. Но, короче, мне нравятся такие дома. Напишите комментарии, каких вам домах нравится жить, 9-этажных, 15-этажных? Ну, короче, напишите комменты. Есть так, что вот-вот еще чуток и огромный каштан шлепнется на прибакованной рядом с домом автомобиле. Какая непогода. Хотелось спрятаться под плед, обнять девушку и посмотреть какую-то комедию, но нет. Мне предстояло разгружать сумки, а Лизка отправилась на кухню в органить ужин. Голодные оба как собаки, за целый день, считай, ничего и не ели. После ужина, сытые и довольные, мы улеглись в кровать. Включили на ноуте фильм. Смотрели мы его до тех пор, пока Лиза не закрыла свои уставшие за весь день очи и втихарялся у меня. А я все сижу, разговариваю с ней, как дурак. И когда слышу храп, у людей, подумал, я им встал с кровати. Иду к ноту, дабы выключить его. Ребят, сори, что жую, просто я сейчас закрою, съем ее жую, так что развлекаюсь. Вечер уж позднее, дело к ночи идет. Подошел к окну, выглядываю, нет никого. Отчего я удивляюсь-то, первый этаж. Человек какой-то прошел. Я думаю, с этим нам доведется часто сталкиваться. Хотя окно как бы повыше над землей будет. Может, высокий кто прошел. Ай, черт с ним. Уставший, я не хотел напрягать и без того уже закипающий мозг мыслями о том, что на улице еще кто-то ходит. Выключил ноутбук и лег спать. Перевернул свою храпящую девушку, а сам закрыл глаза. Пролежал так минут пять, слушаясь в тишину и шумящий за окном ветер. Как слышу, отчетливые шаги. Тяжелые такие, там же за окном. Опять идет кто-то, что ли? О, начинается. Че, серьезно, на 70%? Ага, конечно, да-да-да-да. Что я еще хочу подметить. Слышно было то, что происходит на улице, ну очень хорошо. Так вот, кто-то вновь прошел за окном. Но я думаю, человек какой. И не обратив внимания, повернулся на бак. И вновь закрыл глаза. Только я это сделал, как вновь шаги послышались. Вот знаете, это были не тяжелые шаги, а как будто кто-то вот нарочно топал ногами по земле. А затем стук в окно. Легенький такой. Как будто еле-еле касались к стеклу. Но, учитывая возраст окон, даже самый слабенький стук раздастся хорошим таким грохотом на всю комнату. Я встал с кровати, подошел к окну. Смотрю, нет никого. Фонарь у дома еле светит. Деревья, так же как и днем, качаются от ветра. Но у окна никого не было. Почесав затлаки землю, я вновь отправился в сторону кровати. Не успел я подойти к ней, как вновь стук в окно. Это меня уже не слабо разозлило. Я уже быстрым шагом вновь подошел к окну. Опять никого нет. Я открыл его и выглянул на улицу. Запустил домой прохладный ветер. Оглянулся по сторонам. Не могло же почудиться мне. Ведь отчетливо стук в окно слышал с этим характерным дребезжанием. И что интересно, от стука к тому моменту, когда я открыл окно... О, ну секунд пять, не более. Не успел бы убежать этот загадочный стукач. Тем не менее, на улице никого не обнаружил. Закрыл окно и спать. Больше стука вышаков я не слышал. Так как напялил наушники, включил музыку и уснул. Утром же проснулся один в кровати. Лиза поехала в универ рано утром. Я же собираюсь на работу. День прошел, как обычно. Работа, работа и еще раз работа. И вот вечер. Я уставший и выжатый, как ремонт, еду домой. Отрыв в одной дверь, в моей голове посиделось такое странное чувство. Вот даже не знаю описать как. Просто что-то было не так. Только вот что именно сказать не могу. В квартире светло, уютно, вкусно пахнет. Лиза уже лежала в кровати, читала книжку. Привет, милая. Крикнул я в прихожей, снимая куртку. Привет, слушай, тут такое дело. Случилось чего? Да нет, весь вечер в окно стучит кто-то. Я только к нему подхожу и нет никого. Сначала думала, что причудилась. Короче, монстр пришел, решил вас разыграть. Такой отчетливый стук в окно. Слушай, то же самое вчера ночью было. Ты спала уже? Странно как-то. Увидели бы давно уже, так нет никого. Черчина какая-то, ей-богу. Иди покушай там на плите. Сказала Лиза и перевернула страницу. Я покушал и лег спать. Только начал дремать вновь в стук. Уже не такой лёгкий, как был вчера ночью. Долбили в окно уже силой. Подрываюсь с кровати. Бегу к окну. Лиза тоже проснулась, но еще дремала. Смотрю в окно и недоумеваю. Стоит, значит, за ним девочка. Девочка? Наверное, десять, двенадцать. Маленькая еще совсем. Открывай окно. Она все время смотрит на меня. И взгляд не отводит. Что-то было в ее взгляде. Что-то загадочное, что ли. Он как-то... Дьявол, против дьявола. Все, беги, чувак. Не знаю, как это объяснить. Так вот, открывай окно. Здравствуйте. В полголоса проговорила она. М-м-м, сказала хоть что-то. Что случишь-то? Ну, мне холодно очень. Пустите меня, пожалуйста. А на улице и правда сегодня дубарь жуткий. Чего там? В полудреме пробормотала Лиза. Да тут девочка маленькая просится к нам. Зачем? Говорит, что замерзла и просит отогреться у нас. Ну, заходи уж. Сейчас подъезд открою. Я закрыл окно и прошел в коридор. Накинул куртку и, только положив руку на дверную ручку, немного задумался. Расстояние от земли к нашему окну, ну, метра полтора. Может, даже больше. А девчонку эту в окно я видел прям, ну, вот по пояс. Каким образом она держалась там? На табуретке, что ли, или на скамейке? Ну, вот сейчас и проверю. Выхожу в подъезд. Открываю дверь. Когда смотрю, а девчонка эта... Господи, я тысячу раз пожалел, что вообще покинул жилище это. Стоит на длиннющих ногах. Я не знаю, как это вообще так выводит. Нифига себе. Действительно, ноги ее были метра по полтора. А вместо ступней, что-то похожее на копыта. Увидев это, я... Офигеть. У меня сердце остановится. Я резко закрыл... Офигеть. Это жесть. Испугался серьезно. Пока то, что стоит на улице, не увидело меня. Но через несколько секунд, оно отреагировало на хлопок дверью. И судя по быстрым, приближающимся шагам, оно мчало в сторону двери подъезда. А она у нас, слава богу, добротная, железная. Но, тем не менее, в нее сразу же послышали жуткие силы удары. От которых, в буквальном смысле, не застывала кровь в жилах. Кошмар. Сдавал меня полностью. И я, что есть силы, побежал домой. Лиза, Лиза, вставай. Что случилось? Там, там за окном какая-то жесть нечистая стоит. Она повернулась ко мне и спросила. Ты не заболел, милый? Таблеточку, может? Там же девочка стояла вроде. Я слышала. Ага, девочка. Я тоже думал, девочка. Афигист, а нога у нее, копыта, бляха-муха. Это не человек, бля, буту, собирайся. И сразу же после этих слов... Кошмар, ребят. Вон прилетел камень. Кошмар, это самая страшная страшная кошелка. Что из ряда вон выходящая. И попал мне прямо в ногу. Да так попал, что я думал, она и сложится сейчас вдвое. Кто-то швырнул его с невиданной силой. Боль от ноги за долью секунды распознанилась по всему телу. Лиза подлетела с кровати и подбежала ко мне. Что происходит? То, что я тебе говорил. С ногой что? Я не знаю, болит очень. Я упал на пол. Ногой шевелить мне удавалось с огромным трудом. Каждое движение сопровождалось болью. Но это еще цветочки. То, что творилось дальше, и то, что мы потом узнали, перевернуло полностью мое мировоззрение. Да и Лизке тоже. Лиза пыталась поднять меня. И как-то так вышло, что мы одновременно с ней повернули голову в сторону окна. И там уже стояло нечто. Это была все та же девчонка. Но как обычный нормальный человек она не выглядела. Это был какой-то персонаж из фильма ужасов. Частное слово. Да вот только не фильм это был. За окном стояло чудище. В псевдочеловеческом облике. Выпученные глаза. Налитые какой-то черной, как с малой жидкостью. Серые заляпанные такой же смолой платье или рубаха. Я не знаю. Руки все в шерсти. Как у какого-то дикого животного. Но ноги я уже видел. Пока еще оно стояло за окном. Губы его шевелились. Оно что-то промотало, да вот только что слышно не было. А затем оно приблизилось к разбитому окну и сказало. Я пойду. И своими длинными лохматыми руками Стало отламывать оставшееся стекло. А оно загибло свою клющую ногу к нам в квартиру. Да уж, мне не показалось, это действительно были копыта. И это действительно было сигналом, что нужно бежать. Да вот только каким образом, если я и ступить на ногу не могу. Лиза помогла мне встать. И, держа меня с последних сил, вывела в другую комнату. Закрыла дверь на щеколку. Но это надолго монстра не удержала. Тварь уже была в нашей спальне. Она издавала странные булькающие звуки. Лазила в комнате. Затем без усилий пробила дверь. И устремилась за нами. Благо мы с Лизой уже стояли в прихожей. Это мой дом. Это мой дом. Убирайтесь. Слышалось с комнаты. Параллельно с этим жуткий грохот. Судя по звукам, она устроила дебашь в гостиной. Перевернула диван и всю мебель, которая там была. Жесть. Он знал об этом. Здесь вы в безопасности. Проходите на кухню. Мне нужно обработать рано. Я поставлю чайник. Вы что-то знаете? Спросил я. Парень, я тут живу всю жизнь. Конечно, я все знаю. Но извините, я вовремя не успел вас предупредить. На работе был. Да и вы переезжали. Хрен рисуешь вас. Он так с нами разговаривал, как будто знает нас уже несколько лет. Хотя мы его впервые видели. В общем так, ребята. Да, распаковывая бинт, говорил старик. В этом доме все уже знают, что произошло в квартире номер 11. Да-да, это там, где вы поселились. Что там происходило? То, что там было, тянется и по сей день. И не дает покоя людям, живучим в тех стенах. А можно ближе к теме, пожалуйста? Кошелар. Квартира Тамары Павловны. Она вам и завала ее. Бабулька такая в синем платочке. Да-да. Так вот, у нее дом вообще есть за городом. Она там и живет. А это квартира мужа ее покойного. Пенсия мизерная. Вот она и сдает ее. Года два назад жили здесь какие-то, ну, ненормальные. Тоже парочка и дочка была у них. Хорошенькая такая девочка. Девять лет ей было, кажется. Они, как я сказал, ненормальные были. То ли сектанты, то ли сатанисты какие. А, ну да, они вызвали ее, и все. Как я понял. Яйца бледные, как поганка. Мелом, может, мазали. Хрен его знает. Ну и в одно прекрасное утро обнаружили все семейство мертвыми. Соседи по площадке. Дверь открытая была, а в квартире уже створился. Чтоб не рассусоливать, скажу, что они проводили там какой-то ритуал. Свечи, кровь и так далее. Ну и дочку свою в жертву принесли. А сами от передоза наркотой померли. В этот же вечер. Правда, неправда, не знаю. Мне уж потом это полицейские рассказали. И то я у них еле-еле выбросил эту информацию. С тех пор и приходит принесенная в жертву дочь их. Да вот только уже не в человеческом облике. Да, это точно она. С мохнатыми конечностями и копытами. Знаете, поговаривают, что это сам черт. Час. Пошла. 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 Нормальную квартиру. Немного дороже, но зато с хорошим прошлым. Но та ночь запомнилась мне надолго. А я вот все сижу и думаю. Теперь понятно, почему когда та бабулька уходила с квартиры, перекрестилась сама и нас перекрестила. Выходит, она все знала и ни черта нам не сказала. Да. Ладно, ребят. Вот такая вот реакция на страшилку. Честно, кстати, вообще очень крутая, ребята, страшилка вообще крутая и страшная, я сам испугался, если честно. Реально вообще офигеть, какая крутая страшная страшилка. Ладно, ребят, пишите свои, как бы, так скажем. Ладно, пишите комментарии, ссылка в описании на это видео. Всем пока-пока.